Турецкий отель, Гирвана Космополита. Это наш номер, первый этаж, первый блок и двадцать первый номер. Зайдем посмотрим, как тут что устроено. Зеркальце у нас тут на вход красоту наводить. Должен сказать, что мы в июле отдыхали в Саргунакаде, там в номере вообще не было зеркала. Только было в ванной комнате и приходилось смотреться только вылететь от зеркала. Здесь зеркала нормально. Шкаф под одежду с автоматическим включением света. Вешалок предостаточно, как вы видите. Все наряды мы свои тут разместили. Чемоданы сюда затылкали. Там правда есть место под чемоданом в номере, я потом покажу. Ну и вот сюда так расположен. Сейф. Я не сказал, что он огромный, но все что нам там нужно. Вот мы привезли там две видеокамеры, две экшн-камеры, документы от автомобиля. В общем, все-все-все-все, что на цену есть ценовая. Умещается свободно. Все из традиционного. Код из четырех цифр. Вот заходим. Я вам скажу про коврик, это чуть попозже. На входе вот это место, которое полет чемодана задумано, ну как бы они тут сами не совсем-то будут глаз радовать, поэтому я их туда и распределяю в шкафы. Вот индивидуальный конедиционер. Работает, как видите, шумноватым. И выход у него воздух холодного вот здесь вот. То есть вы надумаете спать с конедиционером, у нас может тут пойдет вот на этой кровати. Поэтому мы его наручно отключаем. Инновация в отеле произошла. Они вот на стенах сидели. Тут такие вот обои симпатичные. В характере ели. Телевизор, несколько русскоязычных каналов. Ну, мы его самому музыкально поставим там, для развлекухи, когда приходим переодеваться. Так-то и смотреть не смотрим. Чай на кофе или набор. Здесь у них особенность такая, что вот у них есть кофемашина вот капсульная такая. И вот регулярно, ежедневно нам пополняют вот эти капсулы. Девочки у меня с удовольствием этим кофем развлекаются. Здесь чаек можно приготовить. Ну, здесь как? Водичка она тоже ставит постоянно. Заполняем емкость. Нагрели воду. Загрели чай, если есть необходимость. Так, ну, можно... А, нет. Ну, я в другом месте положу. Вот эти вот самые пресловутые кладки. Вот смотрите. Делают... Сделают вот так вот. В каком состоянии у них тут был пол? Здесь он какой-то... Покопцаны. Поцарапаны. Здесь вообще не известно, что такое пролили, что даже лак разъело. Ну, мы такие заехали, как-то такие говорили. Вот поэтому на следующий день приходит персонал и раскладывают нам вот такие ковыльки. Ковыльки, кстати, можно выбрать сами. Попросили нам вот такую расцветочку. И они, наверное, его положили. Я вам... Все-таки здесь покажу. Совершенно не могу нифига тут понять, что за что отвечает. Я включаю вот здесь. Совершенно загорается вот там. На входе. Тоже вот эти вот выключатели. Ну, наверное, все-таки привыкнуть-то можно каким-то образом. Это на входе. Хорошо, я понимаю. А вот этот вот почему? Что он обозначает? Чтобы я еще там не заблокился в туалет или дверь мог выйти? Включаю здесь, и у меня включается в комнате свет. Дальше. Здесь вот вроде как задумана должна быть коридорная система на включателе. Ладно, допустим, я включаю подсветку у кровати. Эта клавиша пока не работает. Я вам покажу почему. Снова включаем. И опять не работает. И опять не работает. Если мы переместимся... Ну, меня вот сюда вот расположено закрывать. Сюда. Да только при включении определенного набора клавиш начинал отработать освещение на этой стороне. Вот видите? Пока не включишь ту клавишу здесь работать не будет. Как-то вот это все интересно. Ну, ладно, может тут поиграться. Так. Ладно, уберем, чтоб не лежать. Кровать вот в двухсталях такая огромная. Здесь доджу расположились. Ну, я предыду, что она там на высеньке отселяет. Здесь кровать отдельная есть. С другого на карьерского. На арсенал кресле вот таком. Потому что там вторая кровать не помещалась в номере. Вот. Так. Мы сейчас с вами выйдем на балкончик. Я вам покажу, как у меня наступит. Вот в нашем корпусе. Со всех номеров есть боковой вид на море. Вот видите? В соседних у нас мряты. Там, вон, белькинчики. С галузочка сиенуса. То есть вид такой, ну, вполне хороший, очень. Вот. Остальные там наши вот водные горки. А с другой стороны там корпус. Там, как бы, на окрестности не сильно. Вот вид так. Вешелка у нас под одежду. Ну, мы с собой возим еще и верелочку на всякий пожарный. Но здесь она нам не понадобилась. Столик и два креселца. Ну, здесь, честно сказать, я вот вечером уже прихожу. Ну, там бар же пополняю. Пенни-бар. Да и вообще можно тут в баре внизу взять пиво. Сижу тут как бы. Пиво себе гоняю. В пиво вернемся. И что-то я вот. И что? Должен у нас кризис. По поводу Wi-Fi. Wi-Fi здесь работает хорошо. Пока нареканий не было. Если мы в Саргон-Акаде не могли даже на госуслуги зайти, для того, чтобы маркету заполнить, то здесь это все работает отлично. Сейчас мы коридер заглушен. Пойдем заглянем в ванную комнату. Кстати, вот в ванной комнате вот эти вот стены, они стеклянные, но не прозрачные, не матовые. Дверь в данную комнату, она не имеет запирающего устройства. О, все работало. И для того, чтобы вам пардон там какие-то свои дела сделать личные, нужно с семейными, кто живет там с вами в комнате, предупреждать о том, что вы там пошли делом заниматься, чтобы выпасть в просадку. Тут вот есть такая интересная кнопочка. Здесь написано, аларма, тревога. Я все порвал свои ножи так мимо домашнего галя, когда ты что-нибудь запустишь там. Душик, душики. Вот этих вот ванных комнат практически не осталось. В основном такие вот душики. Здесь, правда, нет у тропического душа. В потолке он монтирован. И вот этот душик, ну так дяденьку-то слишком двухметровый был рассчитан. Я со своим там метр шестьдесят восемь тревцом. Очень высоковатый он у меня. И всегда все рассказывают, и я, конечно же, тоже, это о косметическом гельническом наборе. Здесь огромный, огромный выбор вот этих всяких гельчиков, шампунчиков, кондиционеров. И все подчеркивают, и я тоже скажу, что это фирменное сельство. Это не то, что там, допустим, бутылочка с логотипом, отель, где вы отдыхаете. А это именно вот фирменная косметика. Ну что у них еще? Одноразовые позывные щеточки с пасточками. Пилинговые, такая вот яхоточка. В коробочке. Ему не удалось одной рукой снимать. Потом, в общем, шапочки для душа, вратные диски, вратные палочки. И салфетки. Салфетки в этом яшечке. Коробочка при нашем заезде, она закрытая вот здесь. Так что ее нужно сначала открыть, чтобы потом всем этим пользоваться. Ставят они водичку, чтобы там не мутаться, зубки чистить. Вот такая вот ракушечка. Мосточка из Таас-Квадро. И наши зубные щетки. Эти они мне не надо. Но дамы мои пользуются. Ну и вот это традиционное зеркало увлечивающее. То есть можем там индивидуально, что всем конститивно водить. Про стенку я рассказывал. Сейчас нет никого бы у меня в номере девочки ушли. Вот она такая вот полупрозрачная. И если вы здесь продон занимаетесь каким-то свиндилом, то можно свободно смотреть театр теней. Если кто-то там ходит по номеру. Это мы закроем. Освещение уберем. Тоже оригинальное. Один выключатель выключается наверх. Другой выключатель выключается не свинья. Какой-то вообще никуда не понятно. Ну ладно. Так вот. Тык-тык-тык-тык. И подбираемся в режим. Что еще нужно сказать под номер? Несколько смех. Вот за ними два. Сейчас откроем. Посмотрим заполнение. Вот. Что мы видим. кола. Это вот холодный чай. Спрайт. Кола без сахара. Рэдбол. Рэдбол кстати вот прям неплохо помогает. Опять же холодный чай. Водичка. И водичка минеральная. Еще водичка минеральная. И пиво. Шикала. Водичка. Ну. Детям это понятно. Я вам кстати должен сказать, что сейчас идут такие разговоры, что турецким отелям будут присваивать пять звезд. Только в том случае, если заполнение мини-бара будет не хуже, чем Нирвана Космополитен. И вот рядышком тут еще такой шкафчик есть. Вот тут у нас арахис. Соленые вот такие вот трубочки. И чипсы. Все это у меня уходит на ура. Как я уже говорил. Вечерком на балконе с пивасиком все это дело употребляю.